В Саратовской области продолжается реализация проектов по повышению финансовой грамотности населения. С 2014 года наш регион принимает участие в проекте Министерства финансов России в качестве пилотного. Спустя годы работы пришло время для обсуждений и обмена опытом. Площадка для этого выбрана не случайно. Институт развития бизнеса и стратегии в этом году стал победителем в конкурсе на исполнителя региональной программы. Ирбис активно участвует в реализации и других федеральных и национальных проектов, таких как демография, производительность труда и поддержка занятости. И работает в Саратовской области, а также в других регионах Российской Федерации. Институт развития бизнеса и стратегии существует с 1990 года. И за 30-летний этап своей деятельности он прошел различные этапы своего развития. С 2018 года это частное образовательное учреждение. На сегодняшний момент мы реализуем программы среднего профессионального образования. Мы представляем такие программы, как банковское дело, коммерция, экономика и бухгалтерский учет, туризм. Также мы предлагаем специальности творческого направления. Это декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. И с прошлого года мы реализуем две новые специальности. Это право и организация социального обеспечения населения. Это юристы и информационная система и программирование. В Ирбисе работает более 30 кандидатов и докторов наук, в том числе по экономическим направлениям. Институт активно занимается реализацией программы бизнес-образования. И в том числе дисциплин, связанных с финансами и экономикой. Традиционно наш институт поддерживает наши партнеры. Обычно это партнеры-представители бизнес-сообщества и ведущие бизнесмены-предприниматели, которые участвуют в наших мероприятиях, которые работают со студентами, помогают им, являются базами практик, стажировок и всячески взаимодействуют именно с молодежью. А сегодня нас поддержали представители министерств, представители разных организаций. То есть сегодня за нашим круглым столом собрались представители Министерства финансов, Министерства экономического развития, Министерства образования, Комитета по образованию, Роспотребнадзор, Пенсионного фонда и других организаций. И я очень благодарна всем нашим партнерам. Правильно распоряжаться своими финансами должен каждый современный человек. Причем, как считают эксперты, закладывать основы знаний нужно уже в дошкольном возрасте. Для Саратовской области проблема более чем актуальна. В рейтинге регионов наш уровень ниже среднего. Это мировой проект. Он касается всех вопросов. Личного финансового плана, сбережения, потребления, брать кредит или не брать. Если взяли кредит, то как его платить? Что такое кредитные каникулы? Когда нужно начинать задумываться о пенсии? Какие существуют виды страхования, пользы и минусы? Какие существуют виды денег? Как делать сбережения? Какой период сбережения должен быть? Очень много вопросов. И за время реализации проекта очень большая работа была проделана. Самое главное, что была создана почти вся методическая база. То есть у нас есть методические разработки для дошкольников, для школьников всех классов и для высших учебных заведений. Практика показывает, что финансовая грамотность сейчас как один главный апгрейд для населения. Во-первых, для какого-то понимания, как сохранять и приумножать свои деньги, как защищаться от мошенников, как устроена финансовая система государства, как найти свою нишу финансов. Поэтому, ну, прежде всего, конечно, программа рассчитана на молодежь, но и она, конечно, затрагивает все остальное население, которому это просто жизненно необходимо. Многие участники «Круглого стола» отметили, что такое событие внесло значимый вклад в организацию и развитие эффективного сотрудничества ведомств в вопросах повышения финансовой грамотности населения. Оно стало стартовой линией для разработки и реализации новых программ и проектов. Редактор субтитров А.Семкин